С вами отличная английская кухня и сегодня моя страсть к изучению богатой и разнообразной британской кулинарной традиции заставила меня собирать грибы в Гэмпширском лесу. Встретиться с кабаном в Соммерсете и попробовать изумительного яблочного сока на острове Лайт. Сегодня в моем меню щедрый осенний вкус, который начнется с грибного супа, а продолжится кабаньями сосисками с превосходным картофельным пюре и жареным луком. И в довершение яблочный крамбл из спельды с маленькими сюрпризами. Отличная английская кухня с Томом Норрингтоном Дэвисом. Вы боитесь грибов? Думаете, что такое кушание может выкосить всю вашу семью, если там попадут сапоганки? Раньше я был такой же, как вы. Осень, пора грибов, а также сезон грибников. Я присоединился к грибному гуру Джулии Кэмпбелл, которая организует регулярные набеги в Гэмпширский лес. Я тоже надеюсь набрать несколько грибов для своего супа. Все это очень забавно, потому что я буквально только что прийду. Сначала мы поговорим, а потом разбредемся в разные стороны. Обычно все просто выпрыгивают из своих машин и разбегаются. Поэтому мы стараемся держаться вместе, что для меня легко, потому что у меня нет камеры на плечах. Пойдем. Живей. Только, пожалуйста, избавьтесь от заблуждения, что если из него сдирается кожица, то его можно есть. Правда, это ерунда. Этим нельзя пользоваться на практике. Это прямой путь в больницу. Я не горю желанием попасть в больницу, наевшись поганок. Мне нужны съедобные варианты, но это легче сказать, чем сделать. Это называется дрожжалка. Он несъедобный. Проходим мимо. А вот это меня всегда восхищает. Посмотрите внизу. Прелесть, правда? Это потрясающе. И цвет тоже чудесный. Он роскошный. Это съедобный гриб? И вы должны съесть их очень много, чтобы что-то почувствовать. Вот это что? Какая прелесть. Это красный мухомор. Совершенное чудо. Ядовитый, но прекрасный. Получается, что красиво выглядеть и быть съедобным – совершенно разные вещи. Лопастник курчавый. А он съедобный? Да. Забавно. Я думал, вы скажете, что этот гриб самый смертельный. Я все еще надеюсь на что-нибудь более аппетитное. И эта сосновая рощица – самая подходящая среда для грибов, которая для гурманов, как святой грааль. Можно я посмотрю? Идите сюда, и хорошенько посмотрите вокруг. Что это? Я больше всего надеялся найти именно его, потому что это белый гриб. Он невероятно вкусный, мясистый и ароматный. Он очень дорого стоит, потому что это единственный дикий гриб, который нельзя культивировать. Можно понять, почему его называют белым. Он как корка хлеба. И это еще не все. Потом мы неожиданно наткнулись на редкое лакомство, на лисички. Фантастика, правда? Да. Золото тураков. Они чудесные. Они невероятные, правда? И вкусные. За ними гоняются. Они необыкновенно вкусные. И так же потрясающе смотрятся. Видишь их воткнутыми в ризотто или в соусе для пасты. Да. Рядом с дичем. Я должен вам кое в чем признаться. Я первый раз вижу лисички в диких условиях. Вам, как шеф-повару, должно быть стыдно. Нет, я могу перечислить вам 20 способов приготовления. Значит, вот какая между нога разница. Я могу делать первое, но не могу последнее. Сегодня у нас очень успешный поход по грибам. Корзина полна превосходных лесных грибов, из которых я буду варить суп. Итак, мой суп будет полностью грибной, поэтому я использую в нем три сорта грибов. Это мясистые лесные грибы, включая лисички, но сначала я возьму сушеные белые, такие, как тот, который я нашел под соснами, чтобы сделать чудесный бульон. Кипящая вода вытянет весь их вкус. Видите, они практически мгновенно начинают завариваться в грибной чай. Для дополнительного аромата я добавлю немного сельдерия. Я буду использовать эти листья позже, но сначала мне надо нарезать стебли и дать им потушиться в оливковом масле. Сразу после этого я добавляю немного соли, чтобы помочь им выделить сок. И я даже не буду резать чеснок, я просто его брошу, потому что мне нужен только его аромат, но не слишком много остроты. Я выну его перед тем, как буду подавать суп. И шампиньоны идут в кастрюлю. Видите обильный сок, который уже начал выходить из грибов? И, наконец, еще немного лесных грибов, включая эти золотые лисички. Кажется, они немного грязные, потому что они из леса, и я не хочу их мыть. Это было бы слишком грубой обработкой. Все, что я сделаю, это переверну их и осторожно удалю все песчинки, но не буду мыть под краном. Иначе у вас останется одно слякоть. Разламываем их и бросаем в суп. Теперь добавляем листья сельдерея. Процедите бульон перед тем, как заливать его, и у вас в супе будет немного сушеных белых грибов аль денте. Накройте крышкой и варите на медленном огне 20 минут. Это испанский хересовый уксус, мой любимый. Довольно щедрая щепотка соли и щепотка сахара. Это, извини, то, что вы все время пробуете, чего, мне кажется, мы делаем недостаточно. Готово. Чтобы мое основное блюдо, пюре с сосисками, стало блюдом из дичи, я возьму постные отменные кабани и сосиски. Кабаны исчезли в Британии на три столетия, перед тем, как снова появились на горстке заводов в 1980-х. Один из них – Бэр Робор. В Сомерсете, где Лин Холит и Алан Варт, представят меня этим довольно грузным созданием. Это кто, мама? Да. Очень следит за другими. Да, они вообще очень любопытные, по правде говоря. И агрессивные? Могут быть. Она не агрессивная. А он, да. Как видите. Хорошо, что меня там нет. Скажите, а что это за доска? Это чтобы защищать наши ноги? Она слегка нервничает. Я так рад, что иду за Лин и Аланом. Сейчас время кормежки, и мне совсем не хочется попасть в меню. Какой для вас главный стимул разводить их и производить мясо? Мне кажется, это очень интересная порода. Когда ты видишь, как они выбегают из-за гона, они кажутся такими дикими. Это действительно дикие животные, и они хорошо бегают. Их мясо более постное, чем у домашних свиней? Да. Оно вкуснее? Да, более ароматное. Бэр Робор разделывает свое мясо на месте, и мясник Кен Раузел дал мне мастер-класс по производству сосисок. Сначала надо отделить мясо от костей. Это лопатка? Да, которую мы берем для сосисок. Значит, я режу вот здесь. Как видите, мясо кабана намного темнее, и оно более постное, чем обычная свинина. Посмотрите на это. Сделано настоящим профессионалом. После того, как мясо пропускают через мясорубку и приправляют шалфеем его, загружают в аппарат для производства сосисок. Мясо выдавливается в оболочку, сделанную из кишок кабана, и скоро Кен доверит мне работу. Продолжайте, так нормально. Не волнуйтесь, мы пропустим все за минуту. Теперь осталось только сделать цепочку сосисок. Это просто, если вы знаете как. Наверх, через нее и под ней. А потом протаскиваете ее и снова отмеряете большим пальцем. Надо же, как все сложно. Протаскиваете. Отмеряете еще одной большим пальцем через верх и переворачиваете вот так. Мне кажется, вы очень ловкий, я так не могу. Нет проблем. Вот какая красота. Итак, вот эти чудесные кабани и сосиски. Посмотрите, какой прекрасный цвет и фантастическая костность. Сейчас я поставлю их в холодильник. Мы делаем к ним пюре и жареный красный лук, и все это готовится дольше, чем варятся сосиски, поэтому мы пойдем в обратном порядке. Первое, что нужно сделать, это нарезать лук. Оставьте эти верхушки луковиц, чтобы они не распадались, когда мы будем их готовить. Вообще-то у красного лука более сладкий, более мягкий вкус, чем у белого, но именно эти луковицы просто едят. Теперь мы поджарим их на сильном огне, чтобы они начали карамелизоваться. Немного соли и перца, чуть-чуть красного винного уксуса и капельку белого вина. Я добавляю всего одну чайную ложку горчичного порошка, чтобы придать этой смеси остроты. И еще не забывайте, что мы едим сосиски. Сосиски и горчица созданы друг для друга. Теперь это можно ставить в духовку на умеренный огонь около 180 градусов примерно на полтора часа. Теперь можно приступать к пюре. Чистим и режем картошку. Мой любимый британский картофель для пюре – это Марис Пайпер. Варим ее в кастрюле с подсоленной водой. Как только он сварился, сливаем воду и делаем пюре. Как видите, это приспособление не для картошки, это для риса. Я начал использовать его примерно год назад. Это полностью изменило мой взгляд на картофельное пюре. Во-первых, у меня не остается никаких комков, а во-вторых, мне не приходится крутить эту картошку снова и снова. Если у вас получается слишком клейкое пюре, то это потому, что вы слишком много крутили картошку по кругу. И кроме всего прочего, оно очень хорошего качества. Чтобы сделать пюре еще вкуснее, я расплавляю кусочек масла в молоке. Видите, какое оно ровно. Надеюсь, мне уже ничего не надо добавлять к этому пюре. Присоединяйтесь ко мне через несколько минут, когда я буду пробовать один из вкуснейших яблочных соков в Британии и собирать спельту. И все это для совершенно особенного яблочного крамбла. Отличная английская кухня Пока что в этом выпуске «Отличной английской кухни» я уже сварил суп из лесных грибов и приготовил превосходное пюре. В духовке у меня запекается красный лук, и скоро я начну печь мой традиционный яблочный пирог. Но сначала вместе с пюре и красным луком мне надо приготовить мои кабани и сосиски. Они настолько постные, что мне нужно немного жира. Следите за тем, чтобы ваши сосиски не прилипали к сковороде. Они должны легко скользить по ней, а не прилипать. Тогда вы поймете, что температура сковородки правильная. Смотрите, какая замечательная текстура. Это потому, что они такие постные. Сейчас уже чувствуется аромат дичи, который так подходит нашему гарниру. Для них это лучший комплимент, что они хорошо сочетаются с картофельным пюре. Я делаю яблочный пирог, поэтому мне нужно найти начинку высшего качества. Яблоки выращивались в Британии со времен Римской империи, но теперь из-за международной конкуренции их количество стало сокращаться. И с 1970 года в Британии исчезло две трети яблоневых садов. Однако здесь, на острове Уайт, производство яблок процветает, и хозяйка Микаэлы Хиткоу провела меня на посаду. А есть что-нибудь особенное в этом острове, что они так хорошо растут? Да, здесь намного теплее и намного суше. У нас здесь более средиземноморский тип климата. Вам повезло. Много яблок, включая редкие сорта, например, Сейн-Эдмундс-Расс, продаются прямо на месте. Но некоторые идут под приезд на приготовление сока, завоевавшего награды. Как показывает мне Дэвид Бэггат, нет ничего лучше, чем свежий яблочный сок из-под традиционного пресса. Вы будете делать смешанный сок? Большинство наших соков – это сорта кокса и бремли. Вот этот – спартан. Это бремли. Это бремли. А это кокс, у бремли более резкий вкус. Это прекрасный ароматный сок. Это яблоко для варки. А кокс лучше есть сырым, он очень сладкий. А вы можете себе представить, чтобы накрутить так на 10 тысяч бутылок? Да. Конечно, к концу дня будут хорошие бицепсы. Аромат потрясающий. Да. Ну что, все измельчено. И теперь начинаем крутить ручку. Если вы будете следить в конце концов, вы увидите, как начнет выходить сок. О, да, я вижу. Я уже вижу фантастика. И опять аромат. Но, видите, из всех этих яблок получается только полный кувшин. Теперь можете попробовать яблочного сока, который вы помогали выжимать. Потрясающе. Он прекрасен, когда только что из-под пресса, правда? Попробую-ка я еще. Но я обнаружил нечто еще более восхитительное, чем яблочный сок. Дерево, приносящее совершенно особенные плоды. Я в большом восторге, что нашел его здесь. Это айва. Она очень похожа на яблоко и груши, но это крайне редкое зрелище в Англии в наши дни. Их надо варить. Их нельзя есть прямо с дерева, как яблоки и груши. Они изумительно ярко-желтого цвета, и у них очень насыщенный ароматный вкус. Мне пришла в голову идея, что раз айва так подходит к блюдам из яблок, я спрошу, нельзя ли мне стащить у них пару штук. Это айва. Они очень твердые, совсем не то, что яблоки. Ее нельзя есть. Если бы я решил ее откусить, у меня ушла бы на это вся слюна. Она была бы очень кулькой. Вместо этого я режу ее на четыре части, очищаю кожуру и вымачиваю их в кастрюле со сладким белым вином, небольшим количеством воды и сахаром. И после этого, за 20-25 минут, она немного размякнет и приобретет розовый цвет, что напоминает яблоко или грушу, но также сохранит пьянящую цветочную ноту. Теперь яблоки. Я взял кокс-пепин, который привез с острова Уайт. Это непросто. Им можно загадывать желание, если получится очистить яблоко в один заход. Ладно, ничего. Я все равно не хотел загадывать желание, которое не сбудется. Я хотел бы, чтобы вы почувствовали тот запах, который чувствую я. Теперь смотрите, еще одна маленькая хитрость. Оба эти фрукта – дальние родственники розового куста, и я хочу добавить сюда одну чайную ложку розовой воды. Она не придаст десерту вкус розы, она просто усилит аромат обоих фруктов, особенно айвы. Теперь мы готовы начинать выкладывать наш крамбл. Посмотрите, какие цвета. Я их обожаю. Теперь можно делать топпинг, но топпинг для нашего крамбла будет совершенно особый. Мой поиск лучшего крамбла привел меня в Сомерсет, расположенный на холме Святого Михаила, Шарпхэм-парк – одно из старейших поместьй в стране. О нем даже упоминается в книге Судного дня. Роджер, Соло и его жена Монти купили его несколько лет назад и вернули ему былую славу место разведения животных, включая белых коров и благородных оленей. Но я здесь для того, чтобы собрать этот особенный урожай. Значит, это спельд. А вы же приготовили это раньше, верно? Да, в позапрошлом году. Эти стебли очень толстые. Из спельда получается потрясающе толстая солома. Спельд – самый древний злак, известный человеку, и она обладает исключительно приятным вкусом. У нее необычайно толстая шелуха. Почему она вышла из употребления? Потому что ее нужно очищать от шелухи, а для этого надо иметь технику и нести огромные расходы. Ни один фермер не станет этого делать, только сумасшедший или я. В стране совсем немного мельниц, которые оборудованы для помола спельда. К счастью для Роджера, одна из них всего в десяти минутах ходьбы. Последняя инкарнация мельницы Беркотт была построена в 1864 году, но мельница на этом месте существует уже тысячу лет. И Анберке дал мне урок из того, что в старые времена это делали вручную. У древних римлян болели локти, когда они мололи муку. А это римское изобретение? И со времен Рима оно остается в Англии неизменным. И всю энергию дает вода? Да, более экологически чистой энергии не бывает. Когда зерна измельчаются, они высыпаются вниз. Когда я начал использовать спельд, я сразу заметил, что она обладает восковой маслянистостью, благодаря которой ее необычайно легко перемешивать. Это как раз то, что нужно. Она прекрасна для выпекания. К сожалению, это одна из трудностей ее помола. Если за этим не следить, она прилипает к камню, и его все время надо чистить. Это одна из причин, по которой спельд утратила свою популярность. Зачем делать вещи трудным способом? И обычная пшеница взяла верх. Правда, зачем делать так, как мы? Пришло время попробовать спельду. Шарпхэм, Парки, Роджер и Монти заняты выпечкой хлеба. Вам надо попробовать этот хлеб. Нет, я попробую их все. Вы увидите, какой он влажный. Смотрите, как легко режется. Это еще одно прекрасное качество спельды. Она из непросеянной муки, но она не похожа на корочку из непросеянной муки. Это хорошо, потому что не приходится есть то, что невкусно. У него вкус, как у кексов. Первый ингредиент моего крамбла – это великолепная спельда, в которой все и дело. Взвесим примерно 200 граммов спельда и 100 граммов золотистой сахарной пудры. Натрем 100 граммов холодного, несоленого масла и добавим его в смесь. Обожаю крамбл. И название, и вкус. Если у меня есть овсяные хлопья, я добавлю их. Еще у меня есть хорошие мюсли. Они добавляют к крамблу другой текстуры, других красок. Теперь это готово для фруктов. Нет ничего проще. Тут все зависит от вас. Что прекрасно в крамбле – это что вы можете решить, какую порцию вы хотите. И еще вы можете решить, какие взять фрукты. Из каких только фруктов я не делал крамбл. Теперь это можно запекать. Мы поставим его в духовку при температуре примерно 180 градусов на полтора часа. Сейчас мы ждем знаков, что наш крамбл уже можно есть. Тягучий кипящий сок выходит по сторонам. Золотистая корочка, сверху и мягкие ароматные фрукты в середине. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы начали с богатого осеннего супа из лесных грибов, который я подаю со свежим эстрагоном. Мой красный лук размягчился в духовке и покрылся мягкой карамелизированной глазурью. Теперь его можно подавать кабаньям сосисками. Все это ляжет на нежнейшее и вкуснейшее картофельное пв. И в довершение всего мой крамбл из спельд и яблок, кок с пепиной мягкой, сочной айвой. И как будто этого недостаточно, еще немного свежих сливок. Ко мне на ужин пришли производители мяса в Бэроуборе, Лин и Аллен и земледельцы из Шарпхэм-парка Роджер и Монти. Просто супер, чудо. Кабани и сосиски, великолепный вкус. Не думаю, что останется много сосисок. Это классика, правда? А здесь ведь больше одного яблока. Это айва. Айва? Да, это смесь айвы с яблоком. Очень старая традиция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова